Страшно сказать, 46 лет назад начинался мой шахматный путь всесоюзный, в 1973 году. Минус в том, что мы забыли, как выглядит Вильнюс. Что? Великолепно. Кто еще играл вместе... Кто-то... Это кто-то... Не знаю, Саша Кольща играл в Ленинград, я думаю... Хотя бы мы с ним не ехали, на одной команде... Или одной группе... ... за Россию... Сейчас все эти имена с ветеранскими шахматами. — А Куца раз не играл, когда Армения в форнир? Помнишь, мы играли в «Арарат» в ресторанах? — Играл. — Играл. — Ну да, ну а что такое? 46 лет прошло, в принципе. Даже тем, кому-то... Я тогда был самый молодой, мне было 10 лет. — Ты понимаешь, что такое 46 лет? — Я был самый молодой, мне 10 лет сейчас. Уже 56 лет. А основная масса там была 15-17 лет. То есть там уже не все с нами, знаешь, уже просто... — Конечно, сам не запоминающий турнир в Медицине, когда чемпионат отеля, чемпионат в мае... — До 76-го года? — Да, до 76-го года. — До 76-го года. И Баковский сидел и говорит, ой, этот дом шахмат был. Спустился и пробежал. — Дворец шахмат. — Пробежал. — А я сидела в третьем ряду или четвертом, не помню. И говорит, что я с этим малышом буду делать? Надо... А чемпион СССР должен был ехать на чемпионат мира до 18 октября. — Это... — Ну, ничего, поехали. — Я не поехал. — Как не поехал? — Ты поехал? — Кан Смир не поехал. — Ну, это 16 лет. — До 16 лет. — Ну, тем более. — Кан Сюрмян назывался? — Ты имеешь это место? — Кан Сюрмян. — Франция. — Нет. Первый раз. В 76-м году это было на севере недобро отлили. Это с картами послали. Это был на город Восфатинье. А в 77-м, когда Буховский поехал. Это был Кан Сюрмян. Это было недалеко от Кан. — Когда я беседовал с Корченым в 12-м году, он еще более-менее с ним можно было беседовать, он мог досконально помнить события, допустим, в 50-летней давности, и он не помнил то, что несколько лет назад произошло. — Это естественно. — События, как бы, чем ближе, тем они больше. Например, скажем, я точно помню там, где я играл в 73-м или 74-м, не перепутаю. А вот, скажем, какой-нибудь сеанс 2007-2009 года, я уже не уверен, близко, понимаешь, события. То есть они не так жестко отпечатаны все. — Там-то я точно могу сказать. Надо даже сказать, в каком туре с кем мы играли. В 73-м, в 74-м году, да, в принципе. — Партия, конечно, вспомню уже, но там результаты свои. Соперников, наверное, вспомню сейчас. — В первом туре мы играли с Украиной, я проиграл за еду. Во втором туре мы играли… Я думаю, мы играли с… Мы выиграли от Туркменистана и Таджикистана, не помню, в каком порядке. Я думаю, что Туркменистан, Таджикистан. Потом мы проиграли Грузии разгромные, проиграли Молдавии. Я набрал минус один. Я выигрывал и все стрелали. — И потом Никитину мы познакомились в 73-м году, когда он увидел Гарика, и после этого пригласили его в школу Ботвинника. Это вообще… Это было для нас что-то необыкновенное. 10 лет было Гарика, да. — Ну, потом финальный наш претендент. — Ну да, честно говоря, мы играли в профсоюзе. — Судивники у нас. — Ну, они, в принципе, еще, конечно, в 75-м году первые. — А, ну да. — Последняя партия. Я с Ермолинским. — А потом ты пришел, раздевал, подкнулся мне в пальто и горько плакал. — Я вы… сороковый ход. — У меня сразу же вылет в один ход, в один ход проиграл. — Кошмар. — Да. — И разница была… Если бы я выигрывал бы, я делю второе и четвертое, я не могу, потому что я брал и второе, и третье. Я была медаль. Я брал и второе, и третье место. Ну, что было бы вообще. — Ну, это было три. — Еще один скетбол. — Ну, это было три. — Хорошо, что я проиграл. — Так разделил седьмой и одиннадцатой. — Вот. — Без данных работал. — Потом пришел, раздевал, подкнулся у меня в пальто и горько плакал. — А часто такое бывало? — Нет. — Я проигрывал бы мне так часто. — Нет, нет, нет. — Часто? Вопрос неправильный, но… — Нет, нет. — Ну, сколько таких воспоминаний? — Нет, нет. — Ну, это… — Ну, только, чтобы все-таки последний тур… — Угу. — Защита Алехина. — Вы помните. — Он еще фигуру в дебюте подставил. — Да, я не знаю. — Ну, когда он в темпе близкий, что дебил. — Да, да. — Он забрал. — Ну, по-моему, переграла полностью. — Да, да. — Да, да. — А вот когда такие вот эмоции, ну, любой шахматист, наверное, знает… — Раз. — Любой, наверное, плакал рано. — Ну, именно. — Ну, хотя бы раз. — Ну, хотя бы раз. — Нет. — Возникала мысль бросить это дело? — Нет. — Нет. — Даже, блин, даже быстро. — А если нас практически не может? — Нет. — У нас сейчас отнимутся. — А скаперсами, я уже сказал. — А вот это вот ощущение несправедливости. Ведь бывает иногда. Вот шахматы не всегда справедливы. — Ну, прямо. Это просто, когда зеваешь, это что, справедливость или нет? — Ну, вот и всю партию провел хорошо, а потом в один ход… — Ну, вот и зевнул. — Ну, это твое проблема. Это, в самом деле, есть плюс. Это же очень похож к подходу. Значит, сам виноват. Это у меня всегда было очень хорошо. Если партия проиграла, то, если виноватых за проделами зеркала не стоит. — Да. — Да. — Да. — Ну, будешь момента обидеть? — Такой успех. — В первом месте Женя Владимировна. — Ну, да. — Да. — На голову снимали всех. — Эта фотография у меня есть. Вот такой Женя и вот такой Гарик. — Да. — Эта фотография есть. — Это фотография есть. — Я думал, что он ничего черного был. Сделал лучшую полицию вообще. С полиции спины за ночь. — Ему было 15 лет, а Гарик где есть? — Владимирова? — Нет. — Владимирова было не 15 лет. — 15 лет. Он еще школу не кончил. — А Владимирову было 15 лет. — Да. — Это 75-й год. Ему было 17 лет. — 17? — А мне было 17. — Ну, там такая разница. — Да, он был очень высокий, да? — Высокий, длинный и рядом такой Гарик. — А, кстати, где он вообще? — Владимиров? — Не знаю. Он уже индусскую команду раньше тренировал. А последние 3-4 года я не знаю ничего. — В 73-м был первый экспериментальный. Москва, Ленинград, Киев, Рига, Тбилиси и Челябинск. Потому что играли под Гроссмейстером. За Челябинск, естественно, Карпов играл. За Тбилиси Петросян играл. За Ригу, естественно, Тали играл. За, по-моему, Ленинград играл Спаский, я думаю. За Москву играл. — Смыслов? — Не уверен, Смыслов. — Авербах или Авербах? — Нет-нет-нет. Первый играет все лучшие. Может быть, Смыслов. — Смыслов, наверное, играл. — У меня фотография большая, когда ты играешь с Авербахом. — Нет. И просто когда мы в 74-м году вышли в финал, потому что был отбор, и мы вышли в финал в 74-м году. — 50-м году. — И была книжка такая. Владимир Сопер говорит, надо изучать книжку о первом турнире. На первом турнире, когда они все прославились там. Ленин Зайт, Сеня Двоерис. Я думаю, что он кого-то красиво обыграл, чуть не спас. Как раз, по-моему, Петер был из Москвы. Он был чуть-чуть, не плюс-два набрал. То есть он прославился тоже. По-моему, Кенги сыграл Золотую и так далее. — Очень был перспективный. — А в Белиси много турниров, да? — Да. — В Белиси больше. — Да. — Как же нам дворец шахмат построили? — Там всегда много турниров. В Белиси всегда было. В Белиси был всегда в Закавказском центре. Я думаю, что там турниров было гораздо больше, чем в Ирване и Баку. Наверное, вместе взяты. — Да, да, да. — Там еще был в Закавказской войне округ центр. Поэтому, в принципе, там все армейские шахматисты там и пробировались. В 16-м году я проиграл Мачалу. — Знаешь, когда какой-то матч был? — Когда Ваганян похитил яселяния, когда приехали в Грузии. Это где было Мачалу? — Некто был в Минске. — В Минске? — В Минске? — В Минске. — Я проиграл, я проиграл. У меня было три стрелы, потом я сделал шесть ничьих. А потом я проиграл выигранную бойцу Лернеру. — Нет, нет. — Я не говорю. — Потом я выиграл у Ваганяна. А потом я проиграл Аникаеву. — Вот. — Ты тогда ночью плакал? — Ты не знаешь, что такое проиграть. Аникаеву. Я говорю, я знаю другое. — Не, ну у меня был оппозиция с большим перевесом. — Он шел на последнем месте. Я играл в Белом. — В общем, я проиграл Аникаеву и потом еще проиграл Белявскому до кучи. — Ну, Аникаеву. И потом брата две партии выиграл. — Это его выражение. — Ты не знаешь, что такое проиграть Аникаеву. — А вы сказали, Ваганян украл и оселяли. Что вы имеете в виду? — Это другое. Это к этому не относится. Там целая эпопея спросил Ваганян, он расскажет вам. — Конечно, спросил Ваганяна. Это целая история была. Кстати, Тбилиси все это знают. Там и Габриндашвили знает, и все они знают эту историю. — Гарри, а вот с тех пор, как выдающиеся шахматистки тогда не поддержали на выборах? Ну, помните, да, переписка такая небольшая была между вами? С тех пор не было контактов с ними? — Ну, конечно, они поддерживали свой город. Свою олимпиаду там. У меня даже контакта не было с ними. Я давно уже. Несма, не смол. Я уже с ним. Это целая вечность. Б турнира – Сальвиния. С турнира – Виргиния. И Д турнира – Аста. — Что? — Павилью Керкис не узнает. — Кто? — Женя. — Но ты что? — А что, друзья? — Витера? — Не, ну это была первая, да? Скали? — Латвия? — Латвия? — Латвия? Это что? — Это все, понимаешь, это все из такого глубокого, понимаешь, вот, прошлого. Витера? — На самом деле, на самом деле, я думаю, что, правильно, вот, форма опроса должна быть такая. Ты пишешь 10 фамилий, из которых 5 – это Гроссмейстер, а 5 могут быть какие-то, вот, чего оно неважно, просто. Ты туда-оттуда, вот, просто, да, вот. И проплатить, идентифицировать Гроссмейстер из списка. — Мы все гуглили? — Все сейчас гуглили? — Нет. — А, нет, прямо? — Прямо? — Прямо? — Прямо? — Никакого гугла? — Нет, ты что, конечно. — Пожалуйста, вот это самое. Вот. Проверили там 10 фамилий, там, Лилинталь, там, я не знаю, там, или какую-нибудь там еще какую-нибудь ненгерскую фамилию придумаешь, там. Мы говорим просто самую простую, примитивную форму. То есть вот, дается набор фамилий, там, скажем, и половина – это Гроссмейстеры, вот, для меня, как понятно, там, Лилинталь, там просто. Я на партию Лилинталь-Кавапланка, ну, все не вспомню, но там, Е5-9-6, жертвы Ферзя помню точно просто, потому что я, наверное, воспитывался просто, да, как год. — Ну, уж этого требовать не будем. — Нет, этого требовать не будем, да. — Ну, 35-й год был, 35-й год был. Мне кажется, супер. Ну, я просто, наверное, воспитывался. — Аришевского помнят? — Так, сколько шагулет-то было? — В 92-м году у него взял автограф. Сколько шагулет было, если он в 35-м уже жертвовал Ферзя? — Он очень молодым начал играть, он, мне кажется, Лилинталь примерно… Он, я думаю, что ровесник Ботвинника. — Точно. — Может быть, на год старше. С 10-го и 11-го года, мне кажется. — Ух ты, Тоскана. Это где дача обозвала и вообще наших олигархов. — Андурро Лилинталь. Шахматист. Усал в 11-м году. — В 11-м? — Да. Умер в 10-м. — Ну, в 99-м. — Умер в каком 10-м? — В 2010-м. — В 2010-м? — Да. Умер в 99-м. Он был почти 100 лет. Усал в 11-м году. Умер в 12-м году. — Умер в 12-м. — Умер в 12-м. — Ливенфиш. Григорий Анатольевич. Ну, его это точно никто не помнит. — Ну, только кто сосонка внимательно читает. — Кто читает сосонка. — Умер сосонка, да. Григорий Анатольевич. Григорий Анатольевич. — Он... Он... 1889-го года. Примерно так. На глаз я прикину. — Какие? — У тебя хорошая аналогия. — Да. У меня другие аналогии, конечно, да. 1889-й, по-моему. Потому что ему, по-моему... Когда он играл с Ботвинником, ему... Ему еще не было 40 лет. Он был старше. Они были в 37-м году, в начале матча. Ему было около 40. А Ботвиньку, соответственно, было... — Ну, на 19-го года. — Ну, на 19-го года. — 0-6, да. — Да. И... Как получается? — 800. — 800. — Да, правильно. Им было 38 лет. Ну, это просто то, на чем учили в шахматы. Матч Ливенфиш-Ботвинник. — 77. — Никто не помнит, там, 200 открытых партий. Давид Иванович. — Ну, это кто автор? — Давид Иванович сам. — Ну, не сам. — Ну, это он, не знаю. Он писал, как бы... Это... Каждая партия была такая... Такой рассказ была. Это, в общем... Это была, наверное, такая... Болитристика была. И вторая была «Мать спаски» Петросян. Я до сих пор не помню книгу. — Она была в... Ну, такой не совсем мягкий переплет, такой... Ну, это не твердая обложка была. На первой была, значит, сам фотография «Спаски» Петросян. И корона была у Петросяна, «Спаски». А на обратной уже «Корона» переместилась к «Спаскому». И книга эта была... Её написали... Никитин, по-моему, говорил... Он участвовал в составлении книги тогда. Её писали по комментариям Болеславского и Бондаревского. — То есть комментировали из партии? — Матчи. — Да-да-да, комментировали из партии «Матчи». Всё как бы с оба секунданта. И... Потом уже много лет Рона Яковлевна возмущалась. Она говорила, что Болеславский, вместо того, чтобы помогать, он уже думал про книгу. Они писали там... Ну, не знаю, в общем, как бы это я. Вот эти две книги были в 69-м году. Я помню хорошо. Даже помню. Это одна была обложка. У Бронштейна была такая коричневая обложка с какими-то такими полосками. 200 отродок в партии. — Сейчас у всех одна книга. База данных. — И всё!